Уже в начале ноября главный финансовый документ Ульяновской области рассмотрят депутаты в первом чтении. В целом бюджет на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов остается социально ориентированным. Расходы социального блока составляют более 70%. Об основных моментах в документе глава региона Алексей Русских рассказал руководящему составу законодательного собрания. Чтобы бюджет должен быть просчитан и сверстан, исходя из общегосударственных приоритетов, конечно, нужно мероприятировать чёткое исполнение всех социальных обязательств государства перед людьми. Планирование доходной части бюджета в областном Минфине начали в июле. Ключевые доходные источники – акции на алкогольную продукцию и нефтепродукты, а также налог на прибыль. На данный момент документ проходит проверку в Федеральном министерстве финансов. Заключение по нему получат в ближайшее время, после чего проект бюджета передадут на рассмотрение в парламент. В целом Минфин Россия одобрил все параметры бюджета, которые предусмотрены в нашем регионе. И отмечает выполнение ключевых требований. Во-первых, это выполнение требований БК. Второе требование – это 100% обеспечение заработка, включая налоги. И третье требование – это 100% обеспечение средств на обязательное медицинское страхование не работающего населения. Доходная часть бюджета на 2024 год составляет почти 87 миллиардов рублей. 29 миллиардов 219 миллионов рублей предусмотрены в бюджете на выплату заработной платы бюджетникам. В том числе сюда входят субвенции муниципальным образованием на оплату труда работникам школ и детских садов. В расчетах, как отметили в Минфине, учли размер МРОД, который с 1 января 2023 года составит 19242 рубля. Мы радуемся, что все-таки на 2024 год доходы растут. Рассматриваются улучшения на 5,2 миллиарда. Но нерешенных вопросов, конечно, достаточно. Все, что касается обеспечения качества жизни людей, надо решать в приоритетном порядке. На соцзащиту будет направлено почти 16 миллиардов рублей. 12 из них на меры соцподдержки, на здравоохранение заложили 13,5 миллиардов, спорт около 2 миллиардов и культуру 2,5 миллиард рублей. В реальном секторе предусмотрено почти 9 миллиардов рублей на развитие дорожно-транспортной отрасли, 4 миллиарда рублей на агропромышленный комплекс и около 6 миллиардов на ЖКХ и строительство. В первом чтении проект бюджета рассмотрят не позднее 10 ноября.